Плов любят все. Главное для плова – это казан. Нам в трапезной Покровского собора в Камышлове однажды благотворители благословили казан на 25 литров. Иногда по праздникам мы готовим в нем плов. Плов бывает не только мясной, но и постный, с рыбой. Как-то раз в воскресенье мне поручили приготовить для наших прихожан праздничное угощение. Человек на 50. Я решил, что это будет монастырский плов, рецепт которого хочу вам рассказать. Этот плов меня научили готовить братья из Пафнутия Боровского монастыря. Там на пост местное рыболовное хозяйство привозило сазанов, из которого потом делали фарш. Он шел на пельмени, разные закуски по праздникам. А мы поехали в магазин, взяли обычную горбушу, которая продавалась по акции, по вполне приемлемой цене. Я срезал рыбу с костей, перемолол на фарш с луком, приправил солью, перцем по вкусу. А кости поставил варить на бульон. Добавил лук, морковь, лавровый лист, корень сельдерея. Пока бульон варился, мы с нашей трапезницей Марии из фарша выкатали маленькие фрикадельки на листьях с мукой. Их нужно обжарить на сковородке, потом убрать до времени. В теплых градусов 40 подсоленной воде заранее замочили длиннозерный пропаренный рис минут на 30-40. Затем промыли холодной водой, поставили варить минут на 8-10. Морковь, лук килограмма по полтора каждого на двух сковородках обжарили на растительном масле, на сильном огне. У нас чуть подгорело, но это даже хорошо, вкус почти как с костра. Затем все это загрузили в казан. Горячую обжаренную морковь с луком добавили в мелко порезанную курагу, граммов 700. Замачивать ее не нужно, достаточно промыть, иначе она развалится при дальнейшей готовке. Главные приправы для плова это куркума, зира, барбарис. Остальное, как пожелаете. Поскольку у нас на приходе много бабушек и вообще пожилых с приправной, особо мы не усердствовали. Залил рис в казане процеженным рыбным бульоном, туда отправил пару стручков порезанного жгучего перца, обязательно без зерен, и штук 6 больших головок чеснока прямо в кожуре. Но это для гурманов наших. Чтобы перемешивать плов, вместо черпака у нас было небольшое деревянное весло. Наш звонарь Димитрий держал казан, а я мешал. Под крышкой уже подготовленный рис доходит минут за 15, чтобы впитать в себя весь бульон и аромат приправ. С огня казан снимали втроем. В это время наши вернулись со службы. Такого большого блюда, чтобы выложить плов, у нас, конечно, не было. Решили раскладывать его сразу в тарелку. Добавляли с нашей трапезницей Марии в каждую тарелку зелень, фрикадельки и гранатовый соус, чтобы было вкусно. 25-литровый казан съели минут за 40. Такой монастырский плов гарантированно избавит от унылого выражения лица, придаст сил и хорошего настроения. У монахов это называется утешением. Такие дела.